Всем привет! Вы на канале CryptoCommons и сегодня, как всегда, поговорим про биткоин, про крипту, куда мы идем и как это дело торговать. Если вам интересен такой контент, не забудьте подписаться, навалить лайков и зарегаться по всем реферальным ссылкам снизу. Ну погнали! Итак, смотрите, ничего сверхъестественного не происходит. По битку мы с вами точно отбились от недельной сетки EMA Ribbon. То есть мы все еще в бычьем тренде, если сейчас происходит вот такая картина. Мы уверенно восстанавливаемся. Это может быть как такое восстановление W-Shape Recovery, так и вот такое восстановление W-Shape Recovery, так и какая-нибудь еще там хитрая консолидация. Но в целом это To The Moon, скорее всего. Не финансовый, конечно же, совет, дисклеймер. Это мы видим на свечках Hikonash и красную. На обычных свечках мы уже видим зеленую. Отскакиваем. Объемы пока, конечно, небольшие, но посмотрим, как говорится, поглядим. Теперь что очень интересное. На графике Total, то есть Market Cap всей крипты, а не только биткоины, то есть на Market Cap всей крипты вместе с альткоинами, мы видим, что мы еще лучше отбились. Прямо отсюда. Посмотрите. И об этом свидетельствуют альткоины, которые на самом деле чувствуют себя лучше в моменте. Хоть они и на этой сопле дампились жестче. Короче говоря, я считаю, имеет смысл держать лонги. Что я, собственно, и делаю? Частично разгружаюсь, частично догружаюсь. Вот. Лонги все в плюсе, все зеленое, профиты потихонечку забираются. Отскок продолжается, золото вообще наверх поперло. Лонгую золото на Femix, лонгую лайток, биток понемножку. На байбите лонгую эфирчик, риплый. Вот. На полыне пока просадка в альтах BTC, но я там на относительных хаях зашел. Сейчас буду это дело выкручивать. С Dogecoin Short небольшой закрыл. Вот. Поэтому здесь Unrealist PNL уже меньше, чем здесь. Короче, все это выравниваю. На Binance тоже небольшая просадка, но в целом Dash, Anthology, эфиры классики, биткоин кэши и так далее все решает. А теперь предлагаю перейти к рубрике «Работа с подписчиками». Вдохновленный Кириллом Эвансом, вашим любимым. Вот. Значит, мне просто... Не, мне на самом деле очень понравился комментарий от Антона БМ. Смотрите, какой развернутый комментарий оставил человек. Грини, привет. Спасибо за урок. Урок по Binance, кстати, кто не смотрел. Неплохой урок. Как начать, как разгонять там с 200 баксов, начать свой счет. Я так понял, ты сам торгуешь на маржинальном, а не на фьючерсном аккаунте, верно? Альты к битку. На кросс, перекрестной марже, максимум x3, верно? Активно обучаюсь, есть много непонятного, подскажи, пожалуйста. И дальше идет куча вопросов. Да, во-первых, я скажу, что верно. Ну, за исключением того, что на фьючах я тоже торгую, но в основном на Bybit и на Femex, как вы видели только что, я вам показывал. Вот Bybit, вот Femex. На Binance, да, я в основном торгую кросс-марджин. 3x плечо. Значит, Идио, ты говоришь про плавную догрузку-разгрузку. Расскажи, как ты это делаешь. Ну, смотри. Вот, допустим, у нас пара Dash BTC. Вот у нас есть, мы можем заимствовать средства, причем. То есть у нас как бы нету этих средств, но мы можем заимствовать. И плавная догрузка подразумевает то, что мы не на всю котлету сейчас входим. А, допустим, мы можем поставить отложенные заявки. Там, скажем, по 400 тысяч сатоши. Там, я не знаю, купить 10 монет Dash. Переключаемся на TradingQ, чтобы видеть свои заявки на графике. Допустим, по 400 тысяч сатоши купить Dash. Условно говоря, по 420 тысяч сатоши купить 10 Dash. И мы вот так вот берем, плавно входим. По 380 тысяч сатоши купить Dash. И понимаем, что какую позицию мы таким образом набираем. Да? По 360 купить. Лесенкой, так называемой, входим, если туда упадет. И это наша спекулятивная часть позиции. Допустим, у нас инвестиционная часть позиции, вот, там, 100 монет здесь у нас лежит на этом аккаунте. Мы их не трогаем вообще ни при каком раскладе. Но если у нас вот эти ведра все отработают, у нас наберется еще 50 Dash. И мы можем их разгрузить. Опять же, мы инвестиционную часть портфеля держим в долгосрок, куда-то выше, чем 2 миллиона сатоши. На спекулятивную часть портфеля мы можем также ведрами в режиме погашения, если мы торгуем в марже, поставить на продажу. Допустим, по пробитию вот этого сопротивления. По 900 тысяч сатоши продать 10 монет. Единственное, что, если у нас сейчас не доберется вот эта поза, то у нас будет продавать из нашей инвестиционной части, что не очень хорошо. По миллион сатоши продать 10 монет. Я сейчас просто показываю, я потом это уберу. По миллион 300 продать 10 монет. И так далее. Вот что такое плавная загрузка, плавная догрузка. Там по миллион 100, например. И нам получается, неважно, куда идет цена, вверх или вниз, она автоматически, если у нас набрана позиция, то она у нас здесь будет закрывать, и тут будет добирать, чтобы еще больше закрыть. Вот что такое плавная загрузка, плавная разгрузка. То есть вы частями по 10%, по 5% даже от позы заходите и выходите. Пониже можно еще ведра поставить, повыше. Но я сейчас их убираю, потому что у меня другая тактика. Я буду, возможно, кстати, добирать скоро, да. Это что касаемо плавной разгрузки, плавной догрузки. У меня об этом на самом деле много в видосах и в как работает рынок, как заработать, посмотрите. Как рассчитывать и уменьшать плечо на просадках? Продаешь часть позиций или погашаешь в своем битком перевод спота? Ну, во-первых, на просадках хорошо, если у вас в марджин кошельке будет лежать еще тезер, потому что когда падает вся крипта, ваш размер кошелька, эквити, тоже падает в доллары. А если у вас будет USDT лежать, он будет выравнивать эту просадку. Поэтому, как выравниваешь, ну, да я стараюсь просто не брать высокий риск, чтобы не выравнивать. Где ты видишь плечо по каждой позиции, нигде не видишь. В кроссе и вообще на банане нигде не видишь плечо. Ты сам высчитываешь примерно, но ты понимаешь, что если ты можешь одолжить вот столько-то, а у тебя аккаунт эквити там столько-то, значит, короче, в голове высчитываю. Очень неудобно, на самом деле, в этом плане. На полониксе гораздо проще торговать марджин. Здесь все видно вот в этом окошечке, и все позиции открыты, как на фьючах вот здесь вот. Почему не использую изолированную маржу? Да просто потому что мне удобнее в кроссе. Да, там, ты правильно говоришь, на каждую позицию свой баланс, свой счет. Мне проще на кроссе, потому что я могу любой монетой обеспечить любую. Допустим, я могу под обеспечение Dash набрать сейчас эфир классика или биткоин кэша, и наоборот. То есть могу торговать сразу многими монетами. Все как на споте, только плюс заемные средства, которые, опять же, я использую меньше, чем на 100% сейчас. То есть на 50% примерно я занял. Не на 200, как он предлагает в третьем плече. На спотовой торговле тоже есть x3, x10 или это просто ссылка на маржинальный аккаунт? Это просто ссылка на маржинальный аккаунт. Это просто показаны монеты, которые торгуются в плече, то есть на маржинальном аккаунте. Не очень понятна твоя фраза, я только набирал позицию, когда Dash падал перед разворотом. Выходит, ты всегда был в минусе с плечом, как избежал ликвидации. Еще раз говорю, потому что я не жадничал с плечом. Я всегда оставлял еще плеча и добирал с большим плечом только в очень низких моментах. Например, когда он здесь падал, я, допустим, только здесь уже подключил максимальные плечи. Здесь, да, у меня уже я не мог добирать. Здесь у меня уже было ближе к ликвидации. Но ликвидация была где-то вот здесь. Когда совсем близко к ликвидации на доборе, если вы раньше заходили, то да, частично в минус можно разгрузиться, но потом добрать и в космос полететь. Опять же, на таких вот пампах частично разгрузиться, плечи убрать и дальше опять добирать вот здесь. Мне и моим друзьям интересна твоя стратегия в реальных ситуациях. Начиная от падения Dash к биткоину, вначале заканчивая недавним сливом падения битка на 50%. Работа и семья не позволяют сидеть у компа все время. Твоя стратегия золото. Точно так же у меня... А, ну это уже не вопрос, все, да? У меня тоже работа и семья, все дела. И да, я стараюсь, я как бы автоматизировал торговлю так, что я не суючусь, как эти скальперы. Там, да, я вот здесь вот скальплю сейчас на фьючах, но это небольшой объем. И то, я их повесил, вон у меня ликвидации по эфиру 1000, по риплу 38 центов. Ну, считай, нет ликвидации, короче. И забираю профиты потихоньку. По лайткоину тоже забрал половину профитов, вот они. И ликвидация 4 доллара. Ну, то есть, нету, короче, ликвидации, считай. И все, сидишь вот так вот и спокойненько можно спать лечь, не париться за то, что не надо ловить каждую эту свечку и думать, развернется она сейчас или упадет. Это удела лудоманов. Вот, спокойно, тихо. То есть, по сути, это, как знаете, как инвестиция. Как будто это спот. Но тебе биржа дает чуть-чуть одолжить. Вот у меня, смотрите, какие плечи. У меня плечи, сейчас набайбите, 0.80x. Это что значит? Это на самом деле как 1.8x, потому что это инверсные контракты. То есть, у меня маржа, обеспечение уже лежит в эфире и в рипле. То есть, даже если бы я не был в позиции, я уже считаю 1x long, понимаете? Поэтому, если я беру сверху еще, или даже 1 контракт, то это уже на самом деле плечо 1.81x, если так считать, от своего депозита. И 1.78. Это надо тоже понимать. Если бы я зашортил, продал, тогда да, в инверсном. Потому что я бы мог до 1x продать без цены ликвидации. Понимаете? Я бы мог продать настолько же, сколько у меня есть, как бы зафикситься в долларах этими контрактами. Но, поскольку это инверсные, я лонгую, то у меня есть цена ликвидации. Даже если я куплю 1 контракт, она будет где-то далеко, она будет. И наоборот, если я держу маржу в USDT, тогда да, тогда я могу лонг набрать 1x без ликвидации. То есть, грубо говоря, просто купить на свой USDT. Понятно? А если я продал, когда у меня USDT, я уже даже без позиции в USDT, я по умолчанию шарчу 1 к 1. То есть, я не в позиции, я не в крипте. Вот почему я говорю, что так важно торговать альты к битку, потому что имеет смысл наращивать больше биткоина, а не доллара. Потому что доллар-то падает, а биткоин растет в долгу. И если вы посмотрите, вот, допустим, месячный результат, да, он сейчас очень сильно просел из-за этой просадки. Но, тем не менее, к битку плюс у меня больше, чем к доллару. И это хорошо, потому что к доллару, да, сейчас все падает. Но к битку у меня стало больше битка. И я аккумулирую больше битка. И когда он в итоге все равно вырастет. У меня будет больше битков. Вот такая стратегия. Я думаю, что не очень мудреная. Надеюсь, понятно объяснил. Надеюсь, дружище ответил на все твои вопросы. Очень приятно, что есть такие комментарии. И задавайте почаще эти вопросы, ребята. И вообще пишите комментарии, ставьте лайки. Вот такой вот сегодня разбор полетов. По графикам, да что тут скажешь. Ну, можем, конечно, еще дипануть. Но, судя по настроениям, которые сейчас везде в чатах и в комментах, все ждут сейчас вот этого. Вот здесь почему-то никто этого не ждал. Все ждали Тузамуна. А здесь сейчас все ждут Туза дно. Ну, это как минимум бред. Не здесь было понятно, что не будет сразу Тузамуна. Не здесь что Туза дно. Я единственное не ожидал, конечно, такой глубокой коррекции. Я ждал что-то вот такого. Но, знаете, рынок такая штука. Надо подстраиваться под рынок, а не пытаться подстроить его под свои ожидания. И, как сказал один мудрец, рынок – это машина, где деньги получает тот, кто умеет ждать, от тех, кто ждать не умеет. Поэтому всем вам терпение, в первую очередь, выдержки, без эмоциональных, вообще холодных нервов остальных. Ну и большущего профита, конечно же. Альцезон продолжается, никуда он не делся. Биткоин-доминация, хоть и вроде бы что-то там отскакивает, может быть, она более серьезно отскок даст, но в целом она идет вниз, потому что очень просто. Dash BTC еще очень далеко от своих даже средних значений. Я молчу про all-time high, но Dash BTC должен вернуться хотя бы на 1,5-2 миллиона сатоши, хотя бы вот на эту трендовую линию. Вот за ней приглядывайте. А у меня на сегодня все. С вами был Fallout Lounge Grinny. Вот такой вот у нас корабль пиратский. Dash BTC. Я плохо рисую, но суть вы поняли. Вот, всем профитроли. Ставьте лайки, стопы, тейки и подписки. Спасибо, что смотрели. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok